всем привет снова здравствуйте за браж 2019 давайте в этом ролике разберемся как сделать игру джуманджи немного я ностальгирую по прошлым фильмам по прошлой жизни и вот пока дэнди сейчас джуманджи потом может еще что-нибудь сниму хотелось бы также ответить на вопрос где я беру информацию уже я это все дело говорил но давайте повторюсь и вся информация взятая с каналов youtube по забраж автором снимающим эти ролики спасибо за информацию надеюсь они претензии мне не будут предъявлять за то что я с итальянского шишпанского китайского более-менее пытаюсь объяснить на русском как это все делать тем более если вы снимаете ролики я сейчас к авторам каналов вы пытаетесь людям какую-то информацию донести я пытаюсь научиться и донести информацию по-своему именно тоже до людей надеюсь вы не будете мне кидать предъяву это опять же я автором каналов и именно вот этой информации которую я использую что касается моего канала вот этого это канал вроде как конспект вы пишете конспект из книг я пишу их сейчас каналов youtube с роликов делаю такие свои ролики более пытаюсь на одном канале собрать больше информации по забраж это программа которая мне нравится я учусь и что-то забывается и мне проще на своем канале именно находить информацию и использовать ее в своих работах что касается опять же роликов на канале вы можете их качать выкладывать на своих каналах прентензий у меня никаких не будет я для этого их и пишу чтобы вы учились я учился все находили нужную им информацию если я выложу ссылку под видео на какой-то ролик кто автор этого ролика может уже как-то не знаю кинуть предъяву что ли я не знаю люди разные и вот я пытаюсь именно в таком виде эту информацию уплотнить собрать вместе это вот такой большой конспект все погнали теперь разбираться дальше как делать jumanji заходим в тулы открываем куб вытягиваем его жмем edit make polymesh shift левая кнопка мыши и у игры вот сглаженные края именно от у ящика для игры сглаженные вот эти вот углы прикольно получилось так включим floor x найдем симметрию чтобы вот именно с ней здесь будем теперь работать следом что делаем включаем поле f смотрим сетку жмем control d control d уплотняем делаем вот эти углы очень мягкими следом заходим в геометрии del lower и жмем теперь дай нам с дай нам с дай нам с все коробка у нас готова вот такая будет у нас заготовка следом что делаем так и нам еще отключу чтобы в случае снятия маски потом опять дай нам еще не делался заходим с обтулы делаем дубликат переключаемся на первый саптул ну и попробуем наверное поработать так пардон давайте отключим вот этот вот удалим саптул нижний поработаем сейчас с верхним саптулом геометрии зайдем сайс и вот так вот его уплотним вот где то вот такой игра толстая прикольная пускай будет так пока так следом что делаем нужен именно размер вот этой доски заходим в текстуры текстуру нажимаем заходим в импорт ждем пока сообразит моё железо рабочий стол нажимаем jumanji и вот такой вот чертеж нашел опять же я опять же нашел я его в яндексе в картинках так нажимаем текстуры нажимаем на чертеж и жмем вот этот значок вот загрузился вот так вот такой чертеж уменьшаем его где-то вот до таких размеров делаем его прозрачней вот так за это отключаем глаз и давайте теперь поработаем именно сайзом вот так вот расширяем вот до таких размеров и теперь по ширине тоже давайте чуть-чуть это дело все расширим вот так вот теперь включаем глаз подгоним немножко вот так вот его по чертежу глаз опять можно отключить и немножко вот так вот расширить вот так вот глаз отгоняем вот так все это дело у нас получается ну в принципе немножко надо еще уменьшить глаз и вот так вот подогнать вот таким вот образом ну в принципе все нормально z отключаем shift отключаем переворачиваем модель опять смотрим чтобы симметрия где у нас находится симметрия вот она флур можно теперь отключить и вот что можно сделать теперь делаем дубликат вот этой модели саптула переключаемся опять же на верхний вот этот саптул и что теперь нужно сделать верхние створки их две штуки нужно теперь опять зайти в геометрии и немножко вот так это все дело уплотнить вот таким образом с помощью мов и гизму можно это все дело приподнять и немножко вот так вот подвести их можно пока отключить и теперь геометрии опять же надо все это дело немножко уплотнить и немножко сплюснуть и немножко опять же подогнать по модели смотрим что да как саптул и заходим делаем дубликат переключаемся на дубликат и отводим вот эту теперь часть вот так все легло классно четко вот так что это получается так теперь давайте отключим гизму и попробуем в геометрии вот это дело сделать потоньше вот так вот теперь заходим саптул и жмем первый саптул заходим теперь опять в геометрии и опять же все это дело так пардонте уплотняем вот так с помощью мов опускаем следом чтоб не париться со вторым саптулом делаем дубликат а этот саптул можно сделать дилит окей так переключаемся на дубликат мов и просто его отводим вот так вот вот такая вот коробка получается смотрим чтобы все четко легло так немножко первый саптул можно даже оттянуть еще побольше на край вот так вот вот теперь точно четко так ну вот эти вот края очень нам не нужны поэтому давайте их наверное обрежем control shift и и делаем 3 мрак и вот так что это дело делаем ровно обрезаем так модель обрезана делаем control W следом делаем вот этой модели дубликат так пардон делаем геометри дайна мэш и вот теперь исправим этот косяк удалим вот этот саптул делит переключимся на вот саптул обрезанный сделаем ему дубликат теперь жмем мов отводим дубликат вот так вот уменьшаем альт белая кнопка мыши модель и вот так ее всю перекрутим вот так вот сделаем еще пару манипуляции именно подгон от этого всего дела вот так вот вот так вот и теперь сделаем опять же вытяжку вот так вот и опять же все это дело подгоним так теперь все это дело можно сравнить все четко все хорошо вот так все это делаем плотно тем этим делом разобрались вот так вот ну теперь что можно сделать заходим вот на эту модель эти саптулы можно отключить и делаем теперь аппенд добавляем куб вот так переключаемся на него делаем делаем мов делаем вытяжку вот так вот делаем этому кубу дай нам эш так теперь сайзом все это дело опять же подгоняем вот так вот вот и расширяем смотрим чтобы стенки были у нас одинаковые так аккуратненько вот так все это дело надо поймать так ой как мышкой неудобно но ничего так вот так и переставим прозрачность опускаем куб вниз слишком тонко не будем делать вот так вот и теперь ставим на вычитание переключаемся на первую модель жмем merge merge down ok и снимаем маску так и теперь и делаем и теперь всему этому делу наверное дай нам с так вот такое вычитание произошло и вот теперь в чем косяк так надо все это дело так control z включить фур включить мов x отключаем и вот так все это дело разворачиваем так следом прозрачность отключаем прозрачность теперь нужно немножко поработать вот с этим с обтулом так теперь в геометри немножко его уплотняем игра то вытянутая я то этого не подрасчитал и теперь вот так вот делаем так ну этот саптул тогда можно удалить delete ok а этому саптулу сделать дубликат и по новой повторить все вот эти манипуляции с перекруткой так и вот так подгон включаем видимость двух саптулов включаем первый саптул все саптулы можно отключить флу отключить вот эту часть будем вычитать теперь append опять же куб ставим вот таким вот образом переключаемся на куб поднимаем кверху под первый саптул с помощью мов все это дело вот так вот оттягиваем перетягиваем его вот сюда жмем жмем геометрии жмем уплотнение подгоняем еще жмем уплотнение вот так вот и и теперь надо это все дело вытянуть так ctrl z и вот это все потихонечку вытягиваем смотрим что тут получилось как тут стенки жмем прозрачность ну в принципе надо чуть-чуть поднять вот так вот чтобы у нас стенка потом не деформировалась вот таким вот образом теперь ставим на вычитание переключаемся на первый саптул merge down ok снимаем маску вот такая вот пустота получилась вот так вот второй саптул чтобы не вычитать давайте мы его наверное опять же удалим delete переключимся наверх выравниваем включаем видимость всех саптулов делаем дубликат и с помощью move делаем опять же перекрутку и вот так все это дело подгоняем вот так вот смотрим что да как делаем немножко отвод вот ну и нижний саптул чуть-чуть давайте опять же в деформации прибавим так ctrl z ctrl z и вот так вот вот так вот вот таким вот образом Так, опять же на первую сапку. И немножко его в деформации давайте уплотним тоже. Вот так вот. Подгоним. Нижний саптул опять делит. Делаем опять дубликат. Мов. И опять попробуем всё это дело. Попробуем это дело всё. Так, это делит. Запутался я что-то тут очень. Так, делаем дубликат. Так, переключаемся на верхний саптул. Смотрим, как он тут подходит. Немножко его перекрутим. Вот так вот. Вот таким вот образом сделаем. И чего-то у меня тут получается с нижней штукой не ахти. Так, вот так уплотним его. И вот так его подгоним. Всё. Теперь всё легло. Всё нормально. Всё чётко. Вот у нас вычеты есть. Всё прикольно. Вот такая получилась коробка. Для джуманджи. С пазами, вот с этими швами. Всё как положено. Всё. Всем пока. До свидания. В следующем ролике разберёмся, как сделать именно вот эти вот. Рельеф. Сюда. Надпись джуманджи. И все вот эти вот навесы и так далее. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok